Здравствуйте! Я стою на территории монастыря Марии Магдалины в Восточном Иерусалиме у надгробного памятника Якубу Халиби, который на протяжении 25 лет был помощником архимандрита Антонина Капустина, начальника русской духовной миссии в Иерусалиме в конце XIX века. Часто имя Якуб пишется как Яков. Мой рассказ о необычном подвиге рядового христианина. Якуб Халиби родился в купической семье в Сирии в 1847 году, имел греческие православные корни. Благодаря родителям знал несколько языков, занимал пост Драгомана, переводчик при российском консульсе в Иерусалиме. На этой фотографии 1888 года мы видим его с указующей стрелкой. В те времена Святой Землей обладала Османская империя, и по ее законам владеть недвиженностью иностранцам было невозможно. Поэтому оформление земельных участков руководством миссии производилось на Якубах Алиби, турецко-подданного. После кончины архимандрита Антонина в 1894 году по приезду нового начальника миссии Якуб Халиби принес и положил на стол купчий на все участки, оформленные на его имя. По ценам того времени эти бумаги стоили миллион рублей золота, а по нынешнему курсу свыше миллиарда долларов. Якубу Халиби можно было спокойно ставить эти ценности у себя для своей семьи. Но подвиг христианина, который пришел и передал все земельные купчии, на которых сегодня стоят подворья, монастыри, храмы, достоин глубочайшего поклона, глубочайшего уважения и памяти в наших сердцах и в душах. За личные усердия, указываемый император Александра III в 1888 году, был награжден орденом святого Станислава. Скончался Якуб Халиби в 1901 году.